Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании TechMill, с вами я Артур Радиатурин. Ну что ж, сегодня понедельник и рынки чувствуют себя довольно-таки спокойно, у нас довольно небольшие по амплитуде и размеренные движения есть. Небольшой позитив наблюдается у нас на американских фьючерсах, на фондовый индекс, мы видим, что они все у нас в плюсе. Ну не могу это случиться без впечатляющего отчета Монфайм Пейрос, который вышел в пятницу, хотел бы обратить особенно ваше внимание именно на этот отчет, потому что рост рабочих мест он был в полтора раза выше прогноза, 916 тысяч, в марте столько экономики США прибавил рабочих мест, ожидалось 647 тысяч. Предыдущие показатели за два месяца, они были пересмотрены вверх в совокупности на 156 тысяч, то есть добавились в прошлом месяце получаются рабочие места, в марте значительно превзошел прогноз рост рабочих мест. Также мы сами видели положительную динамику, да, вот уровень безработицы продолжил у нас снижаться в соответствии с прогнозом. Поэтому, учитывая, что у нас есть такой эффект, знаете, моментума, импульса на рынке труда, ну то есть если у нас происходит, начался там рост рабочих мест, то он по крайней мере еще несколько месяцев продолжается. Не бывает так, что вот у нас сильно выросло и затем у нас вдруг рост рабочих мест перестал себя с положительной стороны показывать. Нет, на самом деле такого не происходит. Если у нас наметилась положительная динамика, она несколько месяцев, она продолжается. Есть вот момент инерции на рынке труда. Значит, невозможно было также ожидать вот такие цифры без восстановления мобильности в США. У нас ослабляет там ограничения и, конечно же, увеличивается потребление, и фирмы ощущают это, и поэтому их спрос на труд, да, также растет. Вот, поэтому, поэтому мы можем сейчас предполагать, что за апрель, за апрель динамика может оказаться еще лучше. Там рост рабочих мест, вот по оценкам, идет аж в 1 миллион, да, рабочих мест. То есть, если вот здесь было чуть меньше миллиона, то в апреле уже вот такая цифра может быть. В общем, экономические сюрпризы США еще себя не исчерпали, и рыночные ожидания будут соответствующими. Мы можем говорить о том, что пробой в исторических максимумах по СВ-500 на американских фондовых биржах, он является свидетельством того, что экономика США начинает опережать в темпах восстановления своих оппонентов, и поэтому ставка на рост американских активов, она как раз-таки оправдана. Вот с такими цифрами и вот с такими прогнозами у нас даже появляется, знаете, реальный такой вот риск, что все потерянные из-за пандемии рабочие места не будут восстановлены до конца этого года в США. И именно вот такой сценарий, именно вот такой исход, он может спровоцировать ФРС начать преждевременно повышать процентные ставки, что, конечно же, какие-то длинные бумаги они постепенно сейчас учитывают. Значит, мы с вами обсудили, собственно, цифры по рынку труда. Замечу, что основные факторы вот таких показателей, которые способствовали, значит, теплая погода, более комфортная погода, которая стимулировала дополнительную мобильность потребителей, стимулировала строительный сектор. Очень сильно продвигается США в плане вакцинации, как вы знаете. Там меры по открытию экономики отдельные штаты также у нас принимают в соответствии с темпом вакцинации. Это все повышает у нас потребительские настроения, деловой климат, ну и спрос на рабочую, собственно, силу. Значит, что еще? Я уже сказал, да, то, что в апреле у нас под 1 миллион там ожидается этих... Рост рабочих мест. Хотелось привести вам пару графиков. Значит, вот такие вот у нас есть графики. Это у нас индикаторы, будем так говорить, мобильности по США. Значит, первое это у нас изменение бронирования столиков в ресторанах по сравнению с докризисным уровнем. Докризисный уровень и его динамика относительно докризисного уровня. По основным вот здесь вот штатам, да, а вот это в США в среднем, Нью-Йорк, ЧК, Глос-Анджелес. То есть, это у нас все, как вот бронируются столики в ресторанах, эти данные. Есть в открытом доступе, они у нас появляются в распоряжении, и это очень хороший индикатор как раз-таки мобильности потребителей. Сколько им сейчас дается свобод для того, чтобы вот ходить по ресторанам. Это вот один из таких индикаторов. Значит, что мы видим, да, у нас, начиная вот примерно вот отсюда, да, вот пунктиром вот так отметим, вот здесь происходит такое более-менее синхронное восстановление. Здесь вот разладилось более-менее движение, и вот начиная с конца получения, с февраля, с начала марта, да, примерно, у нас более-менее синхронно начинают эти показатели восстанавливаться по всем ключевым штатам. Восстанавливается там мобильность, мы видим. Второй график, да, это у нас проверка безопасности, число проверки безопасности в аэропортах. Что мы также видим? Также относительно получается, мы рассматриваем до кризисного уровня падение, постепенный рост, и вот также здесь значительное ускорение, как здесь ускорение, да, так же здесь. Вот, но что, что нужно заметить, все кривые, за исключением, вот, Майами, да, за исключением Майами, они все находятся ниже вот этого нулевого уровня. Минус 20%, минус 30%, минус 30%, еще меньше и так далее. Они восстанавливаются, но они еще ниже, они ниже до кризисного уровня. Это нам говорит о том, что есть, есть куда мобильности, потребительская мобильность восстанавливается, есть и куда расти. То есть, по отдельным штатам мы еще далеки, да, от до кризисного уровня. Вот это нужно понимать. Тут такая же ситуация. Мы видим, вот это значение, да, это вот, будем говорить, вот здесь он находится, до кризисного уровня у нас вот здесь. Также ниже, ниже мы еще, трафик в авиасообщении, также еще ниже значительно до кризисного уровня. Есть куда расти, есть положительная тенденция. Вот эти два момента нужно учитывать. С постепенным снятием ограничений, для которого сейчас я вообще не вижу барьеров, с учетом высоких темпов вакцинации в США, это все дело дальше будет расти, и, понятное дело, все это отражается на выручке фирм, отражается на то, как их покупают продукцию, на спросе отражается, и, понятное дело, они будут реагировать к повышению спроса на рабочую силу. Вот это нужно момент учитывать. Поэтому мы рассчитываем, что позитивные сюрпризы по экономике США, они еще не исчерпали в себя. Еще вот в апреле, там в мае будет движение хорошее. Поэтому нужно вот на это рассчитывать уже сейчас. А ждание уже сейчас к этому подстраивается, кстати. Вот это вот нужно иметь в виду. Но, но, есть вот такой один нюанс, он касается уровня безработицы США. Значит, смотрите, у нас есть показатель уровня безработицы, а есть другой показатель – занятость от доли работоспособного населения. Это чуть другое. Значит, у нас есть работоспособное население с 16 до 64 лет, и сколько вот доли их занято, то есть те, которые вот могут работать из вот этого работоспособного населения, от них есть доля. Эта доля как раз таки и есть вот этот график. И что мы видим? Вот здесь докризисный уровень, происходит, собственно, падение. Происходит довольно-таки быстрое восстановление, но мы еще очень далеко до докризисного уровня. И вот именно вот этот показатель, занятость, доля занятости работоспособного населения – это сейчас наиболее полный показатель безработицы в США. Не безработица, которая быстренько спустилась до 6%, там вроде бы вернулась в норму, нет. На самом деле она сейчас утратила актуальность, потому что очень много демотивированных работников, очень много кто на выплатах, на пособиях, они не ищут работу, они не учитываются в безработных. А вот этот показатель нам четко дает понять, что у нас происходит на рынке труда, что у нас происходит за ним. То есть есть еще куда расти, куда восстанавливаться. И мы поняли, да, что и вот ФРС нам четко дало понять, что инфляция – это ничто, сейчас все силы брошены на восстановление этого показателя. Вот сюда, поэтому мы смотрим, занятость от доли работоспособного населения в США. Будет движение выше, будет движение хотя бы до 60% занятых будет, тогда можно говорить о повышении ставок. Чтобы достичь вот этого уровня, это примерно 6 миллионов новых рабочих мест. 6 миллионов. Ну и вот получается, да, мы имеем сколько, ну, грубо говоря, более, больше половины, да, еще до конца 2021 года. Если будет рост рабочих мест, нам по одному миллиону, мы будем надеяться, да, мы можем спокойно достичь этого уровня, и, по-моему, придется, придется начать повышать ставки. Это уже никуда не деться, на самом деле, когда вот такая занятость. Они цели достигли своей позанятости, грубо говоря, пора начинать повышать ставки. Ну, конечно же, это сейчас хвостовой риск, рассчитан на то, что по одному миллиону мы будем видеть рабочих мест новых в США каждый месяц. Но это, ну, не то, что это крайне маловероятно, но это такие вот чудесные сценарии, да. Ну, посмотрим, да, что там будет получаться. Но на апрель будет очень сильная цифра, вот этот момент, который у нас есть. Я рассчитываю на это. Вот, собственно, поэтому, поэтому я вот, допустим, с прошлой недели мы держим позицию у нас по евро-доллару, но я рассчитываю, по крайней мере, да, что у нас доллар будет дальше укрепляться относительно европейской валюты. Опять же, почему? Мы рассматриваем с вами экономику США против экономику еврозоны. По еврозону пока ничего позитивного у нас нет, но зато у нас есть очень много моря просто позитива по американской экономике. Это оправдывает перетоки из европейских активов капитала, да, в американские активы, то есть в американский ETF. Вот, поэтому мы рассчитываем с вами на то, что будет продолжаться укрепление евро-доллара, проснуться сейчас после праздников участники рынка. Ну, я вот рассчитываю, что движение все-таки продолжится в рамках тенденции, вот здесь, которую мы имеем, да, вот этого тренда. Он у нас вроде бы есть, а мы будем рассчитывать, что движение будет в сторону 1.16.5 здесь, да, вот, по крайней мере, я тут выставил такой тейк. Очень-очень коротким стопом я зашел на самом деле, потому что вот если у нас будет пробу 1.18, то тут немного изменится игра, мы еще можем колебаться чуть выше, выше, пока у нас, ну, вот будем подходить к апрелю, да, получается, ближе к концу апреля, ближе к выходу новых данных, ближе к появлению новых данных. Но пока мы с вами рассматриваем вот именно вот такой вот сценарий по евро-доллару, рост экономики США относительно экономики еврозоны. Как они друг к другу вот соревнуются сейчас в восстановлении. Значительно проигрывает экономика еврозоны восстановлений, плюс еще очень сильные данные по США, но, по крайней мере, на мой взгляд, это оправдывает какие-то короткие позиции по евро-доллару пока еще. Значит, вот такая вот ситуация обстоит сейчас по доллару, по американской экономике, это нужно иметь в виду. Видим, да, что мы опять приблизились здесь снова к историческим максимумам по фьючерсам, которые на прошлой неделе были сделаны. Да, скорее всего, дальше движение вверх, после каких-то вот таких колебаний вот здесь, да, мы здесь какое-то еще сколько-то времени вот здесь проболтаемся, да, сразу, конечно, тяжело будет вверх идти после вот такого вот роста. Будет еще возможность движения вниз, но постепенно отсюда, да, как-то будем лезть. Поэтому, ну, я думаю, стоит подхватывать на уровнях около 4 тысяч здесь. Да, если будет возможность, то, конечно, на это стоит рассчитывать. Вот, а на этом, на этом у меня все. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если вы создали какие-то вопросы или комментарии, welcome под видео. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. На этом я завершаю этот обзор. Всего доброго. Торгуйте профит.